Тёмная сторона, это круто! Это классно! Мы самые могущественные существа во вселенной! О, поработи! Поставим на кулины! Не будут! Чувствую в себе это могущество! Тихо-тихо! Главный звонит! Алло? Чё? Как? О, боже мой! Плохие новости! За нашими головами отправили сильную и независимую женщину! А вон она, вон она идёт! Я слепну! Эти лучи! Боже мой! Буки! Буки! Прирастают к заднице! Ничего не могу сказать! Она нас убьёт быстро! И не будет жаловаться на нас! Наконец-то! Наконец-то! Это случилось! Миша, случилось! Дорогие друзья! Произошло! Наконец-то! Игра Control! Игра от создателей Max Payne, Alan Wake и Quantum Break наконец-то вышла! О, боже! Как мы это ждали! Как мы ждали! А ведь поводов сколько было! Дело в том, что это компания Remedy, которая ушла от Microsoft для того, чтобы сделать самостоятельную игру без надзора большого крупного издателя! Игра, в первую очередь, которая подавляет своим технологическим совершенствам! Почему? Потому что в ней есть RTX, то есть трассировка лучей! В PC версии, кроме этого, она поддерживает магазин под названием Epic Games 100! Что может быть лучше? Тим Свинник! Да сам Галёнкин на неё сделал огромную ставку! И, наконец-то, вот этот вот камень преткновения, вокруг которого постоянно явилось огромное количество споров, скандалов, да чего угодно! Наконец-то, всё это у нас есть! Наконец-то, мы можем это всё лицезреть! Наконец-то, эта игра нас подавила! В частности, Мишу! Миша её прошёл от начала до конца! И, общаясь с ним, я понял одну простую истину! Впечатление она оставит! Ни-ка-ко-е! Наверное, при всём вот уважении к Control, и при том, что у ней действительно есть ряд, моё мнение, серьёзных и заметных достоинств, если вот пытаться заставить меня, я, самые яркие впечатления от Control, я назову битвы с, ну, где-то двумя-тремя второстепенными босс! Второстепенные! По чёрту, в рамках кампании с ними драться не обязательно! Вот, это самые яркие мои будут впечатления от игры Control! И всё? И всё! И всё! И всё! А как же серые коридоры? Серые коридоры, да-да-да-да-да-да! А как же унылый сюжет? А как же невыразительные персонажи? Они не вызывают у меня какого-то резкого ботхёрта и какого-то вот прям бой-бой-бой-дэ-дэ-дэ-дэ-дауны! Понимаешь? Начни сначала! Начни сначала! Героиня! Во-первых, у нас, да! Затравочка по поводу того, что игра не вызывает каких-то сильно ярких эмоций за пределами нескольких моментов! И вот это, мне кажется, главная её проблема! Да, всё начинается с того, что сильная независимая девушка Джесси Фейден приходит в небоскрёб, Федеральное бюро контроля, вот, чтобы устроиться там на какую-то работу вроде как помощника уборща! Ну а становится директором этого бюро! Как говорится, вот это поворот! Вот это карьерный рост! Да! Шьямалан! Социальные трамплины для всех и каждого! Да! Вас от Шьямаланили! Вот! Ей выдают крутую пушку, служебное оружие! Вот! Которое может трансформироваться во всё что угодно! Табельное оружие в английском называется Service Weapon! Мне очень нравится, так сказать, промтовый перевод этого слова, сервисное оружие! Вот! Да! И начинает сражаться со стороны субстанции, которая захватила сознание многих сотрудников этого бюро контроля, в результате чего они превратились в... В СЖВ воинов! В СЖВ воинов! Да! Они СЖВ активисты в представлении типичной твиттерной истерички! Они тупые, они косые, они ни на что не способны против сильной независимой женщины! Я, кстати, сейчас не иронизирую. Одна из главных проблем этой игры едва ли не фундаментальная проблема, которая лично меня отсылает в том числе, например, к Metro Exodus. В том, что поскольку в этой игре сюжет, скажем так, немного вторичен, это не Max Payne, не Quantum Break, не Alan Wake, где сюжет был едва ли не одной из двух, по сути, фундаментальных составляющих. То есть предыдущие игры Remedy, они были линейными, четко структурированными приключениями. То есть вот кусок сюжета такой основательный, геймплей. Сюжет, геймплей. За счет этого вот в этой вот системе, в этой последовательности, довольно мое мнение уже неоднократно высказывал, средний геймплей никогда Remedy не делала выдающуюся механику. Я считаю и продолжаю считать. Никогда. А в Alan Wake это особенно было отвратительно. Мое мнение однообразно. Ну не то, что прям там ужасно, но просто однообразно. Посвети фонариком, выстрели, а разоржали. Да, посвети и выстрели. Вот на площади в деревне в Resident Evil 4 и увлекательности, и каких-то особенностей крутых больше раз в миллиард. Так вот. И когда вот они делали линейные приключения, эта идея работала. А сейчас они сделали типа Метроидванию. Метроидванию, то есть приключения в таком полуоткрытом мире, где у тебя в распоряжении есть как бы четыре больших локаций. Вот между ними ты на лифте перемещаешься. Это четыре этажа этого здания. И основной акцент сделан на механику. И вот здесь, как в случае с Metro Exodus, когда слишком много такой вот средней механики, ты начинаешь понимать, что не работает. Не работает. Джесси вместе с пушкой постепенно получает новые способности. Например, телекинез. Например, контроль сознания. Например, полет. Например, щит. И, несмотря на то, что я назвал не очень много способностей, далеко не всеми вы будете пользоваться. Это все. То есть все, что вам показывали в рекламных роликах, это и вся игра. Ну рывок это, блин, это стандартный. Ну маневр уклонение такое, да. То есть все, что было, плюс-минус, что-то было в Phantom Break'е, что-то было в 99% игр про сверхъестественное телекинез. Блин, какое оригинальное решение телекинез. Никогда такого не было ни в одной игре. Ух ты, Freeman и Kai. Ну да. Вот. И вот, да, полет и всякое такое. Помнишь, была такая игра Psyops Mindgate? Да, да, да. Вот она по каким-то особенностям, по каким-то фишечкам интересным, по-моему, глубже. Я сейчас иду немного по приборам, потому что я проходил, но она мне очень нравилась, и по воспоминаниям мне Mindgate понравился больше, чем сейчас Control. Так вот. Она вот это получает. Вы большую часть этих способностей, большую часть всего этого списка способностей не будете использовать. Потому что враги, как я уже сказал, это такие, да, представители токсичного геймерского СЖВ-сообщества по мнению твиттерных интеллектуалов. То есть тупорылые, косые и придурковатые. Да, здесь в этой игре действительно большие зачастую арены. На них много каких-то вот обходных путей. Но противники, противники, это просто такие, они косые. У меня были моменты реально, где я не замечал противника, который стоит вот буквально вот здесь. Вот я бегал, бум-бум, слышу, что-то кто-то по мне стреляет. О! О! Сдохни! Еще в этой игре довольно спорное решение, которое сделали разработчики. А именно патроны для оружия вот этого вот сервисного, стабильного, они перезаряжают. Это как энергия. То есть расстрелял обойму, ждешь, пока она перезарядится. То есть у тебя патроны не заканчиваются, по сути. А с учетом того, что враги здесь тупы, инертны, ты можешь во многих случаях просто стать за углом так. И они все будут стабильно умирать. То есть перестрелки здесь, они не то чтобы прям отвратительны, нет. Все-таки базовую механику до того же Quantum Break, где это было хорошо сделано, Remedy не сломали. Было бы странно, если бы они ее сломали, я бы сильно удивился. Вот. Тем не менее, они опять же наступнулись на ту же проблему, которая была в том числе в Quantum Break, когда не было вот ощущения мощи. Именно вот для меня лично, что такое ощущение мощи героя, это когда ты вроде бы сильный, но враги тоже не это самое. Дунга. Вот классический пример. Мощный крутой боец с двустволкой, против которого мощные крутые монстры, которые его гоняют по всей арене. Тупые, но агрессивные. И заставляют его постоянно двигаться, прыгать, подхватывать пауэрапы для того, чтобы каким-то образом с ними сражаться. Да, и экономить патроны, потому что зачастую бывает, что для мощного оружия оно заканчивается. Это пример, когда мощный противник, мощный герой. А здесь мощный герой, которому свою мощь и свои способности просто некуда применить. Вот у нее есть вот эта вот суперпушка, которая используется во скольких? В двух режимах, да? В основном. В пять форм этого оружия, которые ты открываешь за собранный ресурс. Вот, Миша использовал две за все прохождение. Ну, ты можешь переключаться только между двумя формами, соответственно, ты можешь создать как бы билд. Да. Остальные просто не нужны. Полет, вот этот телекинез... Телекинез нужен, это тоже, по сути. Да. То есть, они используются, но, опять же, они используются время от времени. То есть, это не та фишка, которая вкладывается и закладывается в геймплей. То есть, если вы дарите герою какую-либо возможность, особенно если это дело касается приключений, особенно если это касается Митроидвании, она должна работать не только на убийство противников, но также для решения каких-то загадок. Вот, опять же, классический пример Half-Life 2. У него есть гравитационная пушка. Пожалуйста, что он? Эта гравитационная пушка подхватывает только ящики или там пилы и уничтожает противников? Нет. Разработчики на его пути разложили несколько загадочек. Пожалуйста, будь добр, подумай. А здесь этого тупо нет. Ну, способности есть. Ну, таскать генераторы из одной точки в другой... Ну, на этом, на самом деле, применение телекинеза в мирных целях заканчивается. Что ты берешь генератор и пуляешь его в точку, где этот генератор должен находиться. Все. Это, по сути, все загадки на телекинез. Телекинез активно используется в сражениях, да. Но, опять же, поскольку энергия на супер вот эти вот рывок-тире телекинез, по сути, вот эти вот два основных фишки, которые будете в основном пользоваться, ну, которыми я в основном пользовался и которые на 200% эффективны. Энергия на использование этих умений, она восстанавливается. Соответственно, ты, по сути, все время являешься такой вот, как это сказать, станцией по генерированию патронов и спецспособностей. Ну, мое мнение, нужны были либо дополнительные ограничения давать, либо противников делать, ну, я не такими вот убогими. Они убоги. Я же говорю, вот у меня нет ощущения власти над ситуацией. У меня есть ощущение, что вот, знаешь, в «Джоджу», по-моему, этот прикольный момент есть, когда пять персонажей пинают одного. Вот у меня ощущение, что я вот все вот эти вот пять персонажей, а противники – это вот этот вот лежачий, я его в пяти лицах вот так вот пинаю. Или в шести, я уже не помню, к сожалению. Самое удивительное для меня лично, да, то есть, ладно, это студия, которая когда-то была известна тем, что создала Max Payne, который для игровой индустрии был такой переломной точкой. Дело в том, что это первая игра, которая показала, что можно сделать именно экшен в стиле «Матрицы». Слоу-мор, да, плюс нуар, плюс история про детектива. То есть, это не просто тупой шутан в коридорах, нет, это шутер с сюжетом, это шутер с драматичным героем, это шутер с крутой музыкой, опять же, которая заставляет тебя, ну так, да, мурашки по телу периодически бегали. То есть, они показали, что игра может быть чем-то большим, чем просто игра. А сейчас они сделали просто игру, которая как игра никакая. Она состоит из дыр в геймдизайне и куча способностей, ну, не так уж и куча на самом деле. То есть, даже, понимаешь, нет эффекта Ubisoft, когда ты смотришь на длинный список, думаешь, а зачем здесь столько? Здесь ты смотришь на этот список, окей, дайте мне способ это применить. Не дают особо. И особо не дают. И вот я же вот недавно, опять же, стримил игру под названием «Ремна». Процедурно генерируемые миры с врагами, которые там появляются. И, казалось бы, просто тупенький шутер в коридорах, да? Но, опять же, там разные враги с разными способностями. А когда дело доходит до мини-боссов, так вообще начинаешь удивляться. Ой-ой-ой, вот там спроектированы, опять же, мини-боссы некоторые, которые появляются, когда ты играешь в кооперативе, потому что их уничтожать нужно в кооперативе. Они спроектированы так, чтобы заставлять двух людей работать сообща, помогать друг другу и координировать свои действия. Здесь же игра спроектирована для прохождения в одиночку. В ней враги максимально унылые. Оружие максимально унылое в шутере, который предполагает такой, с налетом научной фантастики, да? Ну вот. И челленджи, опять же, испытания, и способности максимально унылые. Здесь даже нет интересных способностей. Левитация и телекинез — это что? Это всё? То есть про разнообразие противников. Здесь, по-моему, в плане разнообразия противников есть игровой поцелуй смерти. Джиггернауты. Джиггернауты. В рамках кампании это основной босс, который повторяется неоднократно. Может, это специальное пасхальное яйцо? Да, да, да. Типа шутка на дубесов? Да, ещё одна шутка на дубесов — здесь есть снайперы, ещё одна шутка на дубесов здесь есть, кстати, довольно инертная. То есть, если в играх от дубесов чуваки с дробовиком на тебя бегут прям, бегут, вот, бум-бум-бум, то здесь они так вот идут, аккуратненько, так извиняясь как будто, понимаешь? Аккуратно на тебя давят, да. Вы простите, пожалуйста, вот, руки мои. Вот, видите, я вас не хочу облапать, но я должен вас стрелять. Простите меня, пожалуйста. Вот что тут такое. Здесь, знаешь, это такой стоковый набор. Лейк позвонил, эй, слышь, Юбисофт, скиньте там ваш этот самый стандартный набор врагов. Отлично, спасибо. Копировать, вставить. Здесь, да, есть относительное разнообразие. То есть, есть летающие противники, есть там противники-камикадзе, кстати, которые тоже так неспешно летят в твою сторону. Вот, здесь вообще каких-то вот именно резких, агрессивных противников я особо не заметил, именно из-за годовых в том числе. Вроде их разнообразие есть, вроде бы, казалось бы, должно быть как-то интересно, но за счет вот этих вот странных решений сражения напоминают просто такую вот жвачку, безвкусную уже пожеванную неделю назад жвачку. Вот такую, в которой ты не можешь толком как-то охренеть от того, что ты сделал. Вот мне тут такой... Далее. Я за всю игру... У меня было два момента, когда я несколько раз умер. Первый момент – это был один второстепенный босс, и второй момент – это был второй второстепенный босс. В рамках кампании интересных боссов нет. В рамках совмессий их вот столько. Все. Боевая часть, мое мнение, она не то чтобы запорота, она просто никакая. Переходим к сюжету. Ты же любишь Remedy ради сюжета? Обожаю. Тебе нравится читать, скажи. Ну... Вот. Вот приготовься читать. Здесь есть две составляющие уповествовательной части. Одна сделана классно, вторая сделана посредственно. Классно сделана так называемая история мира. Здесь огромное количество записок. Куча всяких аудиодневников, там дел про досье. Списки просто длинные. Ты постоянно находишь какую-то бумагу. У тебя там скапливается вот такой вот список литературы, что называется. Читай, ознакомляйся. Да, развлекайся, пытайся понять этот мир. А основной сюжет – он никакой. Джесси приходит, становится директором. Есть у нее четкая мотивация. Не буду говорить, разработчики не спойлеры. Тоже не буду. И все. Есть злодеи, есть зло, есть смысл. Все. Все. И дальше идет. Слушай, у нас тут проблема в одном отделе. Сходи туда. У нас тут проблема в другом отделе. Сходи сюда. Здесь есть уборщик. Финн. Ну, поняли же это, отцы. И в одном моменте, когда она приходит, чтобы найти важный предмет, Финна на месте нет. И там есть целая сюжетная миссия. Их всего, кстати, десять. Не очень много. Целая сюжетная миссия, где она ищет уборщика, чтобы он ей дал определенный предмет, который позволит пройти дальше как бы по основному. То есть в рамках не очень-то большого сюжета есть откровенные филлеры, есть откровенные наполнители, которые по сути не имеют какого-то смысла. Все персонажи это... А расскажи что-нибудь про вот этих вот врагов. А про вот эту силу. А про вот этого союзника. И анимация какая-то. Вот такая вот. У них ощущение, что как-то лица странно двигаются. Постоянно какие-то вот подергивания. Будто что-то происходит. Нервный тик какой-то. Знаешь, у них будто нервный тик. Лицо устало. Лицо устало, да, но они его пытаются подавлять. В итоге получается что-то такое. Это же страшно на самом деле. Лицевая анимация посредственно. Сюжет основной крайне проходной. То есть если тебе нравится углубляться во вселенную. Вот именно в этот необычный мир. Мир здесь кстати хороший. Вот именно такая странная научная фантастика с явным привкусом мистики. Очень такие вот интересные приборы. Какие-то исследования. Эксперименты. Вот в это углубляться. Вот если тебе нравится что называется. Брать вот эту вот всю виртуальную бумагу и обмазываться. То ты обмажешься. Не переживай. Ну а теперь настало время обсудить самое главное. Графику. Потому что эта игра. Ну понятно. По роликам, по скриншотам вы уже имеете представление. То есть с точки зрения того что вы видите. Надеяться особо на какую-то презентацию не приходится. Потому что ну это стандартная картинка для людей. Которые проходили от начала до конца Quantum Break. То есть тоже передавленное количество эффектов. При этом картинка какая-то мутная постоянно. Но при этом на PC. Что приятно. Ее позиционируют в качестве одного из двигателей. Популяризация технологии RTX. Трассировки лучей. И вот с этим наблюдаются странные проблемы. Дело в том, что это как раз показатель того, когда RTX больше вредит изображению. А чаще всего делает его очень ненатуралистичным и очень странным. Да, здесь очень, как это сказать, я бы сказал агрессивное отражение. Ты подходишь к окну, ты видишь буквально отражение чуть ли не всей комнаты, которая у тебя за спиной. Там вот этот ролик, где куча часов лежит. Ты подходишь к стеклу, которое напротив вот этой кучи часов находится. Ты видишь каждый элемент вот этой вот кучи. У меня в паре моментов было ощущение, знаешь, когда коты видят свое отражение и на него шипеть начинают. Будто там другой кот. У меня было пару моментов такой, о, другая комната. Я такой подхожу. Блин, это отражение комнаты, где я нахожусь. То есть это неестественно. Это сбивает с толку. Ты на это смотришь. Ну и что, зачем это? То есть видно, понимаешь, что нам некоторые адепторы хотят убедить, что RTX избавит от многих необходимостей многие вещи вручную прорабатывать. Пока я в этом не убежден, мягко говоря. Пока я вижу, что все равно, когда это все бездумно так вот делается, мы имеем местами неплохие эффекты, но местами откровенно ненужные и глупые, я бы даже сказал. То есть это ржачно. Я в этих моментах говорю, ну ё-моё, ну вы атмосферу портите. Здесь реально интересная атмосфера вот такого шизанутого мира. Вот с привкусом научной фантастики. Зачем вы мне её портите вот такими вот глупыми моментами, которые зачастую здесь не работают? Потому что это не авторская задумка именно создать иллюзию того, что там есть комната, а её там нет. Это глюк-эффект. Это не усиливает картину для меня лично. Это наоборот вырывает. В общем-то как раз явно демонстрация того, о чём я говорил сразу, как только эту технологию анонсировали. Это не помощь художнику. Это наоборот двойная нагрузка. Потому что сначала он делает игру для консолей. Естественно, чтобы она хорошо смотрелась там. Ставит освещение, ставит отражение. Тени, чтобы ложились именно так, как нужно ему, художнику. Но как только ты убираешь вот эту хорошо настроенную ручную работу и заменяешь её автоматикой, ты неминуемо сталкиваешься с огромным количеством глюков. Это было, если вы знаете и видели в Quake 2 RTX, в котором как бы вот так вот механически рубильник повернули, да, выключили всё, что было до этого и включили RTX. Всё блестит, всё отражается и тебя это только раздражает. И здесь примерно то же самое. С одной стороны нам показывают. RTX, отражение в отражениях, бесконечное отражение. Смотри, эффекты. Эффекты есть. Эффекты есть. Только это ни хрена не красиво. И ни хрена не реалистично. Это наоборот тебе в глаз выедает. И тебе хочется максимально быстро этот эффект включить. Тем более, который просаживает FPS до 20 кадров в секунду. Ну местами, да, и по ощущениям ниже 30 кадров опускалось. Это было видно. Плюс в сражениях иногда с RTX и со всеми эффектами прям ты просто не видишь, что происходит. На карточке RTX 2080. Ещё отмечу, что в игре очень неровное оформление локаций. То есть насколько круты отдельные комнаты, насколько круты отдельные залы в плане необычных решений, в плане скрупулёзности там деталей. Настолько же убоги другие, которые просто похожи на коридор комнаты. Видно, что называется. Денег, извините. Не хватило. Не хватило. Галёнкин, где ещё два чемодана? Надо. Видишь, мы оформить всё не успеваем. А Sony там ещё за эксклюзивные миссии занесла. Microsoft не занесла, поэтому не хватило на дизайн. Вероятно. Подытожим. Является ли Control каким-то безоговорочным провалом? Нет. Механика на базовом уровне работает. В ней нет чего-то такого прям катастрофичного. Но, с другой стороны, катастрофичных провалов не было и в механике шутеров от City Interactive. Там 20-летней давности. Это такое себе достижение. Тебе не очень противно играть в эту игру, но и увлекательности особой нет. По той причине, что 99% сражений тебя не напрягают. По той причине, что многие навыки ты не используешь. По той причине, что загадки здесь довольно-таки простые. По той причине, что как Metro Edvania игра не какущая. Metro Edvania это когда уровни раскрываются. Очевидная вам метафора, как бутон цветка. Когда ты там переворачиваешь уровень, используешь какие-то навыки. Здесь таких моментов два. Тебе дают телекинез, ты получаешь доступ к определенным локациям. Тебе дают левитацию, ты получаешь доступ к определенным локациям. Все остальное сделано через то, что тебе просто дают новые ключи более высокого доступа и определенные двери открывают. Все, то есть не через умения, а через банальные ключи. Вот. Такого здесь особо нет. Поэтому каких-то элементов, которые были сделаны круто и интересно. Прямо что вау, в Control нет и близко. Это такая вот игра, знаешь, от людей, которые только-только взялись за жанр. При этом не стали как-то углубляться, пытаться понять его особенности. Пытаться сделать что-то, прыгнуть выше головы, скажем так, как пытаются некоторые инди студии. Я типа, ну, мы ж только начали. Это ж несвойственная нам работа. Это ж Remedy никогда таких игр не делала. Я безусловно понимаю, что Remedy никогда таких игр не делала. Я с пониманием отношусь, что для Remedy это проба пера в несвойственном для них, ну, жанре, скажем так, шутеров про механизм. Сколько лет можно пробовать? Вот именно. С другой стороны, это не является каким-то таким оправданием в том смысле, что, ну, я не скажу, купите эту игру, потому что разработчики пока не могут. Нет, я говорю, что эта игра не стоит полной стоимости. Она даже на PC свою, сколько там, 1200-1300 она в Epic Games Store стоит. Она даже эту стоимость, мое мнение, едва ли оправдывает. По той причине, что за 15 часов, с учетом выполнения почти всех побочных заданий, очень, как я отмечал в начале, ну, мало интересных моментов, мало интересных решений. Мало. При этом игры вроде как бы много, а интересного мало. Вот и все. В общем, дорогие друзья, если вы хотите поиграть в метроидванию, блестящую метроидванию про сильную независимую женщину, играйте в Bloodstained Rital of the Night. Да, кстати. Я ее тоже прошел, и она мне нравится. И она мне нравится, как метроидванию куда больше, и как игра в целом, чем Control. А Control, да, это несостоявшаяся, к сожалению, демонстрация свободного полета компании Remedy, несостоявшаяся демонстрация технологии RTX, к сожалению, потому что это пример того, как не надо его использовать. Ну и, конечно, как эксклюзив Epic Games 100, многие злопыхатели, не будем смотреть на них, показывать пальцем, многие злопыхатели, да, могут только позлопыхать, потому что теперь повод, конечно, будет. Мол, Галенкин, играй в это сам. На этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео понравилось или вы посчитали его полезным, не забудьте поддержать его лайком или дизлайком. Очень приятно будет. Помимо этого, подписки, колокольчики, все это приветствуется. Опять же, в первую очередь, вам это надо, не нам, это вам надо для того, чтобы получать вовремя уведомления. Ну и, кроме того, если хотите поддержать наш канал, милости просим на Patreon. И, кстати, большое спасибо всем людям, которые поддерживают нас таким образом. Огромное спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok